Добрый день. Микрофоны сегодня я, Мария Кожевникова, а в нашей студии директор компании Актион Наталья Ашихмина. Наталья Александровна, добрый день. Добрый день. Наталья Александровна, чувствуется уже по атмосфере, по настроению людей, бизнес, появляется активность, в целом страна выходит из этого двухмесячного, если можно так сказать, застоя, снимается с паузы. При этом за прошедшие месяцы и в сознании людей, и в сознании бизнесменов, наверное, многое поменялось, да, поменялась работа самих компаний, отношения с заказчиками. Вот давайте с этого и начнем. Как на вашей работе отразилась пандемия, ограничения с ней связанные, пришлось ли как-то перестроиться, подстраиваться под рынок? Ну, это, наверное, будет не совсем правда, если я скажу, что никаким образом пандемия на нас не отразилась. Да, она отразилась тем, что, да, мы полтора месяца сидели дома, работали на удаленке, но сфера услуг – это такая ниша, что приходится постоянно встречаться с клиентами, с заказчиками, и полностью на удаленку не уйдешь. И что я поняла, уже сидя еще пока на удаленке, сейчас вот уже месяц работаем, да, все проснулись. Вопросов, на удивление, очень много и вопросы сложные. Но главный акцент сейчас на то, что, понятно, все стараются сейчас оптимизировать свои расходы, ищут более краткие пути, но и не перестает радовать тот факт, что сейчас многие начинают переосмысливать то, что если раньше было, главное, дешево, а качество, ну, потом сделают нам неправильно, заплатим снова денег и нам переделают, сейчас уже смотрят на эту ситуацию совершенно по-другому. Готовы сотрудничать и ищут себе специалистов-исполнителей, чтобы им сделали, во-первых, в наиболее краткие сроки. Да, это по приемлемой цене, и, конечно, это качество. Выбирать исполнителей стали намного, так, как это выразится, ну, через сито пропускают, и немаловажно в этом случае это и репутация компании, и опыт работы специалиста в данной сфере. Вот если говорить о том, что заказчик требовательнее, да, к качеству, вот в этом случае, как выбирать ему компанию? Искать какую-то небольшую специализированную контору, да, которая там где-то глубоко в вопросе, или компанию, которая может предложить целый спектр различных услуг, при этом там обладает авторитетом серьезным? Ну, я бы не делала акцент, что нужно выбирать большую суперкомпанию, типа проектного института. А все равно исполнители лечатся под каждую задачу. Ну, немаловажно собрать отзывы, может быть, поговорить там с коллегами, тем более в бизнесе у нас не настолько велико бизнес-сообщество, все друг друга практически знают. Собрать это, походить, поспрашивать исполнителей компании, которые вы присмотрели, каким образом они видят решение вашего вопроса, если там не банальная перепланировка квартиры, а работа с каким-то крупным объектом. И почитать, посмотреть отзывы, изучить сайт. То есть, ну, юристы и службы заказчиков, которые занимаются этим у предприятий, они это все знают. Ну, также можно спросить, если работа связана с администрацией. Администрация, в принципе, города, они практически всех исполнителей знают, так как, ну, постоянно оборот документации идет и со многими общаются. Вы говорите, что заказчик стал требовательнее, но ваш взгляд на отношения с клиентами, ведь, наверное, тоже как-то поменялся. Да, еще немножко добавлю к предыдущему вопросу. Важно сейчас, так как заказчик хочет оптимизировать и расходы, и время, потому что бизнесмены, наконец-то, приходят к тому, что они готовы оплачивать комплекс услуг, то есть, так называемый, под ключ, и никуда не ходить. Они за это время заработают больше денег, какие-то новые проекты начнут, нежели будут сами ходить, обивать пороги различных кабинетов. И в этом случае выгоднее заказать комплекс, потому что многие работы будут вестись параллельно, соответственно, будут расходы меньше, если это закажете в одной компании, а не в десяти. И для меня важен даже не тот факт, что это там параллельно, сроки будут меньше, что важен контроль. То есть, исполнитель, который возьмется за ваш проект, он сможет контактировать со всеми подрядчиками, с документацией, в которых он работает, и, соответственно, где-то своевременно внести коррективы, исправления, чтобы в дальнейшем не тратить на это время. Человек не тратит время на поход по конторам. А если говорить о том, как вы, отношения с заказчиками, вы строите, вообще кого вы видите своими клиентами, кто к вам может обращаться, потому что многие даже могут просто не понимать, что они в этих услугах нуждаются. Мы на самом деле работаем со всеми категориями заказчиков. К нам может прийти и бабушка с каким-то вопросом приехать из соседнего района. Могут обратиться за перепланировкой как и коммерческого, так и жилого помещения. Малый бизнес приходит оформить небольшое здание склада, также обращается крупный бизнес, когда там нужно и с землей кучу вопросов решить, и целые там комплексы с объектами недвижимости. То есть мы работаем со всеми, и понятно, это ко всем свой подход индивидуальный. Я на самом деле массовку не очень люблю и не очень ее одобряю. Все равно каждый человек, он индивидуален и требует своего подхода. Также взять, если эту же бабушку, которая приехала, она сначала расскажет историю всей своей жизни, надо выслушать, что-то свое мнение сказать, и потом она уже будет говорить о работе. Бизнес точно так же. Предприниматели приходят, только разговоры немножко о другом идут, не о грядках там и ремонте в своем доме, но тоже на отвлеченные темы, касающиеся бизнеса, мы вполне можем подискутировать, пообщаться. Если возвращаться вот снова к пандемии, поменялся ли как-то спрос на услуги в последнее время? Кто и с какими проблемами стал к вам чаще обращаться? И поменялся ли ваш подход к оказанию услуг? Я не заметила, что сильно поменялся. Единственное, что да, люди сейчас, заказчики, не готовы делать что-то заблаговременно. То есть если им там говоришь, вот, меняется закон, там через год будут вот такие требования, ну, будет день, будет пища, будет решаться. И сейчас, ну, может быть, магнитная буря или еще что-то на улице, но простых объектов очень мало. То есть там, чтобы пришел человек, заплатил деньги, и мы сели там, ему за неделю все работы сделали. Такого нет. Это там приходится решать, как шарады, головоломки, там, сканворды, одно с другим сопоставлять, какие-то документы искать. Но лично я больше люблю такие задачи, для решения которых нужно там пошевелить извилинами и что-то какие-то неординарные решения. И тем благодарнее люди бывают, и отзывы бывают лучше, когда, да, действительно решается сложный вопрос, и человек еще получает даже свыше того, на что он рассчитывал, в принципе, едя. То есть он заказал вот этот комплекс услуг, и ему больше проблем решили, как оказывается, чем он думал. А благодаря чему это возможным становится? Ну, вот если говорим с вами о сложных заказах, объектах там с крупными заказчиками, то моя позиция такая, и уже постоянные партнеры это знают, мы не будем никогда сразу говорить цифру работ. Для того, чтобы выставить адекватную стоимость, нужно просчитать все процессы рабочие, которые могут возникнуть на пути изготовления документации. А для этого очень часто бывает необходим анализ предварительный. То есть нужно запросить какие-то справки предварительно, проконсультироваться в этой же там рекпалате, в администрации, еще где-то у каких-то проектировщиков, сопоставить все эти данные, потом уже дать окончательные выводы. То есть это такой, заключаем небольшой договор на анализ документации, в зависимости, там неделя-две берем, запрашиваем все справки, которые, по сути дела, потом и в самом процессе работы пригодятся. Но мы на основании этих справок можем дать мнение, как это должно развиваться событие, и сможет ли заказчик получить желаемый результат. И, наверное, из этого выливаются и другие какие-то проблемы. Человек может прийти со дной и понять, что у него... Да, очень часто так бывает, приходят с одним запросом. В результате выявляются, вот, например, если так приводить пример, приходят там за реконструкцией какого-то здания нежилого, коммерческого. Но кроме того, что ты им готовишь проект, еще что-то, выплывает, что да, вот тут не оформлены сети, надо сделать. На сети надо наложить охранную зону, тоже надо сделать. Нужно поменять здание. И самое главное, тут еще могут возникнуть вопросы у муниципального надзора, то есть там назначение участка не соответствует назначению здания. Это тоже мы параллельно все вопросы. То есть, как говорится, пять в одном или как там это сказать. Тут куча вопросов за один визит, и стоимость договора, она от этого, ну, может поменяться, но не настолько, если бы каждый эту услугу потом в дальнейшем заказывать. Вот вы сказали интересную фразу, что люди не готовы заранее что-то решать, тянут до последнего момента. Это, наверное, тоже проблема. Я думаю, мы чуть позднее ее раскроем. А сейчас хочу вот о конкретных услугах вас спросить. Давайте остановимся на тех, которые действительно всем нужны. Вот все те люди, которые к вам обращаются, от бабушек до серьезных бизнесменов, могут к вам прийти за ними. Да. Ну, у бизнеса все-таки большую часть, работ процентов, наверное, 70-80, мы работаем с бизнесом различных направлений. Так как сейчас идет оптимизация всех услуг и все, я очень много общаюсь в последнее время с москвичами, с питерцами, и там крупный бизнес, они уже готовы на аутсорсинг отдавать. Многие услуги, в том числе рассматривают и услуги нашего направления. И я всем рекомендую, нашим бизнесменам, чтобы понять, во-первых, грозит-не грозит вам проверка этой же пошинспекции, муниципального надзора или еще что-то, у кого очень много объектов недвижимости, провести своеобразный аудит. То есть, проводя аудит, можно очень много интересного откопать и очень много проблем выплывет, которые вы потом уже распланируете себе, своеобразный контент-план по устранению этих проблем составите и будет. Также тут это может быть неузаконенная перепланировка. Часто бывает, даже когда уже покупают здание, выявляется, что там это не оформлено. Дальше вопросы какие-то с землей, вопросы с инженерными сетями. Возможно, не все на исполнительной съемке вашего участка отражено. И приятным бонусом к этому может являться это аудит документации. Когда будут внесены верные сведения, может скорректироваться кадастровая стоимость объекта в сторону уменьшения. Разве это неприятно? Так, давайте по порядку. Значит, вы беретесь за аудит документации. За аудит документации, да. Проверив документацию, вы понимаете, что есть какие-то ошибки? Мы выдаем резюме, там, может, устно прийти пообщаться, можем заключение какое-то в своем виде справки написать, что вот у вас вот так-так, по документации, по законодательству должно быть вот совершенно по-другому. И вот уже сложное простым языком описываем, потому что нужно ведь тут кроме ЛПР, которое лицо принимает решение, будет смотреть все равно руководитель, бухгалтерия свою лепту вынесет, там, финансовое дело, еще что-то. И нужно написать это все так, чтобы поняли все и согласились, что это нужно делать. Следующий этап – это исправление ошибок. Да. За которые вы тоже можете справиться. Можно некоторые ошибки исправить легко. Это так называемая техническая ошибка. Тут просто есть и в старых документах ваших, ну, например, там, техпаспорте, когда их еще делали, отражена одна площадь, а в реестре там другая. Это исправляться просто, то есть это совершенно бесплатно для собственника. Ну, то есть он за услуги только наши по документации, то есть не господчиной ничего платить не надо. Есть посложнее, могут быть реестровые ошибки, это уже там в изначальных документах какие-то, это тоже исправимо, но там уже другой процесс. А можно что-то сделать, ну, там, эту же реконструкцию пойдете заканивать, и в процессе реконструкции еще какие-то вопросы решить. То есть это каждый раз индивидуально, вот так, общими фразами очень сложно сказать, как вот именно такую задачу решить. При этом любая ошибка, она может обернуться проблемами в дальнейшем, если ее не решить сейчас. Да, да. Может, у нас законы не стоят на месте, они меняются, и очень редко меняются в пользу собственников. Я считаю, крупным собственникам нужно быть всегда во всеоружии, и быть готовым к этим. Это как заплатил налоги, спи спокойно, тут это же самое. Проверил документы, и спи спокойно. По поводу надзорных органов, помогает вообще правильно и вовремя оформленная документация избежать их пристального внимания? Конечно, конечно. Вот в последнее время очень много, может быть, это такое совпадение, что перед пандемией, это где-то февраль, март уже, очень много муниципальных надзоров ходили с проверками, и очень много предписаний выдавали, о чем я уже сказал ранее, что, например, в вашем здании, вот если мы работали со зданием, вот у меня офис Карла Маркса 101 находится, и в здании по факту находится магазин, банк, офисы и все такое, а назначение здания было административное здание, числилось в Росреестре, а земельный участок еще как-то по-другому, для размещения банка числился, и вот мы это все приводили в соответствие, потому что муниципальный надзор выдал предписание, и общались на одном из заседаний в ЭТПП, встречались, тоже у нескольких собственников, аналогичная ситуация была. Пока ты с этим не столкнешься, возможно, бы ты и не знал. А сейчас, когда, слава богу, если у вас такого нет, но на практику коллег тоже надо обращать внимание. Ну, вообще-то, каковы лучшие сияния, да, сначала берутся за какое-то дело, а потом понимают, что нужно бы документы оформить. Вообще, вот, чаще всего к вам клиенты в какой момент обращаются? Да, это когда уже петух жареный. Очень часто, если взять услуги физических лиц, перепланировку у нас идут узаконивать тогда, когда выставляют квартиру на продажу, или уже когда вот покупатель стыд, бьет копытом, но не готов покупать, когда перепланировка не оформлена. Бывало, и сделки срываются, и все. Штрафы, наверное, какие-то? Ну, штрафы у нас выписывают за незаконную перепланировку, но сумма штрафа не пугает у нас собственников, и чаще всего это выявляется, когда там доброжелатели, соседи напишут жалобу в жилищную инспекцию или куда-то, и вынуждены отреагировать. Наверное, срыв сделки, это даже более неприятно. Ладно бы, если бы у нас, что и частники, и бизнес, они бы делали все правильно, то ведь, как правило, считают, если это моя собственность, что хочу, то и делаю. Вот мне нравится вот так, я так и сделаю. И уже не задумываются, а возможно ли это будет потом оформить? Очень часто так бывает, особенно перепланировки квартир, когда делают по дизайн-проектам. Очень многие дизайнеры, конечно, уже пользуются там нашими услугами, еще каких-то таких же специалистов, как мы, и сопоставляют. Но есть и такие, которые до сих пор не сопоставляют, а просто рисуют красивую картинку для клиента. Это на любой вид услуг можно распространить. То есть может закончиться тем, что вообще не узаконить никогда? Может, может, вполне. Вы еще начали говорить о кадастровой стоимости объектов, да? Она действительно сейчас важную роль играет, и на основании нее рассчитывается налог на имущество. Этот вопрос, который тоже касается, в принципе, любого владельца недвижимости, вот насколько этот вопрос важно под контролем держать, и опять же, чем может обернуться эта неправильно посчитанная стоимость? Ну, важно держать на контроле, потому что неправильно подсчитана кадастровая стоимость, оборачиваться большими налогами. У нас в настоящее время, да, создана комиссия по оспариванию, в судах также можно, но вы можете даже собственники без обращения, там, к каким-то специалистам, если они этого не хотят, чтобы не платить деньги большие, могут сами проверить. То есть, то, что у них есть в документах, то, что содержится в Росреестре, на основании сведений Росреестре начисляется кадастровая стоимость, сверить, если вы увидели какие-то разночтения, тогда уже идти обращаться к специалистам, устранять эти разночтения. А вопрос о спаривании, вот именно снижения стоимости или еще что-то, так как мы напрямую этим не занимаемся, ну, тут просто нужно обратиться за консультацией к оценщикам. Либо можно полностью обратиться к вам, и вы... Ну, мы уже найдем, мы в партнерстве работаем с оценщиками, с несколькими, и можем параллельно со своей работой вести работу с ними и все разъяснить. Слуга под ключ, причем любая, как я услышала. Давайте еще напомним нашим слушателям, куда они могут обращаться, чтобы... Ну, в настоящее время мы находимся, Карла Маркса 101, это здание МТС напротив городской администрации. Возможно, в скором времени офис поменяем, но об этом тоже известим. Так что в центре города, напротив администрации, милости просим, всегда рады помочь. И давайте резюмируем вот все, что мы сейчас наговорили, дадим слушателям какие-то рекомендации. Что важно в первую очередь? Вот то, что я услышала, да? Выбирать компанию опытную, с опытом работы. Ориентироваться на качество, а не на цену. Ну, тут сопоставимо должно быть, потому что меня бизнес, наверное, не поймет, если я скажу не ориентироваться на цену. Все хотят заплатить дешевле, но цена не должна быть основополагающим фактором. Обращаться в начале пути, а не когда нужно какую-то документацию сделать. Да, да. И предварительно перед этими же сделками купли-продажи, перед тем, как вы будете получать кредит под залог своей недвижимости, тоже рекомендовала бы проверить эти сведения, чтобы даже адекватную сумму залога вам выдали кредит. От этого тоже, от характеристики объекта, зависит и сумма кредита. И вообще, вот у меня выделено крупное и с восклицательным знаком проверить всю документацию прямо сейчас, чтобы не столкнуться с проблемами. С проблемами. Вот интервью, которое вы слышите сегодня, это первое интервью в целой серии таких подобных программ, которые мы задумали с Натальей Александровной. Это первый вводный разговор, а впереди мы на примерах будем разбираться в каждой конкретной сфере деятельности, с какими проблемами можно столкнуться, как их решить. Вот, Наталья Александровна, поподробнее расскажите, что услышать. Да, мы на весь летний период запланировали серию интервью с различными сферами. Мы поговорим и с управляющими компаниями, это как и многоквартирные дома, и коммерческие объекты. Мы поговорим со строителями, с производственниками, это могут быть и заводы, это могут быть большие складские комплексы. Поговорим с торговыми центрами, что нужно сделать, на что обратить внимание, чтобы правильно сдать в аренду коммерческие площади. Поговорим с сельхозпредприятиями, у которых всегда очень много вопросов, что с землей, что с другими. Например, сельхозпредприятиями столкнулись, что неиспользуемые земли нужно выводить из оборота, потому что на расчет урожайности зависит все такое. Если что-то вы предложите, разговор с представителем какой сферы вы хотели бы услышать, пожалуйста, можете писать мне или обращаться на Эхо Москвы. И мы всегда организуем такую встречу. Вот на этой ноте мы и заканчиваем сегодняшнюю нашу программу. Наталья Александровна, спасибо вам большое за разговор. Доброго дня и доброго дня всем слушайте. Доброго дня.